На трибунах стало тише, а в аэропорту настоящий ажиотаж. Весь день здесь сотни болельщиков, паралимпийцев и волонтеров. Если бы не сумки, можно было подумать, что центр зимних игр переместился в здание аэровокзала. Грандиозный праздник спорта, говорят, с грустью пассажиры закончился. Волонтер Мария Острекалова со своими подругами месяц назад приехала в Сочи из Москвы, как говорится, по зову сердца. Я очень рада, что мне этот город подарил новых друзей, море впечатлений. Я не хочу уезжать, я не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась, хочу, чтобы выигры длились вечно. Впрочем, расставаться надолго многие из тех, кто работал на зимних играх в Сочи, не собираются. Уже этим летом Мария с друзьями планирует приехать на курорт вновь, чтобы теперь уже в качестве отдыхающих посмотреть на жизнь города с другой стороны. На смену гостям и участникам зимних игр уже начинают прибывать любители лыжных гонок. Снега в горах много, все горнолыжные курорты в ближайшее время начнут работать в обычном режиме. Так что опробовать олимпийские трассы сможет любой желающий. Не меньше ожидает в Сочи и туристов, которые не смогли приехать на зимние игры. Но тем не менее, хотели бы посмотреть, где все происходило. В целом, по данным туроператоров, международный курорт начинает жить в режиме нон-стоп, то есть без перерыва между сезонами. Если говорить о предварительных итогах зимних игр, то практически каждая цифра – рекорд. За время игр Сочи посетили полтора миллиона человек со всего мира. Рестораторы приводят свои цифры. К примеру, за время пара Олимпиады гостями было выпито свыше 100 тысяч кружек чая, столько же кофе и глинтвейна. Было очень много посетителей, и большая часть посетителей были иностранцы. В основном это Европа и Азия. Заказывали основным роллы больше всего, ну и пиццу. Сейчас убавился оборот, но поток был нескончаемый. То есть счет велся не на сотни, а, наверное, даже на тысячи. А вот обстановка на дорогах пока не изменилась. На городских маршрутах вместе с обычными автобусами работают и Олимпийские. Правда, это будет длиться до 19 марта. А затем городской общественный транспорт перейдет на обычный режим. Продолжает действовать в Сочи система паралимпийских полос. Но, как поясняют в мэрии, вскоре они поменяют свой статус. По ним будут ходить общественный транспорт и такси. А вот что касается экскурсий в Олимпийский парк, то пока сделать это будет невозможно. Сейчас начинается процесс передачи находящихся здесь объектов собственникам. Сколько это займет времени, пока ответить трудно. Некоторые здания поменяют свое назначение. Будут переделаны в торговые центры и выставочные залы. Но все же большая часть стадионов так и останется центрами спорта, которые станут доступны для всех горожан. Неизвестно пока и судьба главной чаши Олимпийского огня. Правда, по неофициальным данным, сооружения демонтировать не будут. Чаша останется элементом фонтанного комплекса Олимпийский.